Всем привет, меня зовут Кристина и сегодня я хотела поднять одну из самых часто запрашиваемых тем. Вы писали об этом везде, в инстаграме, на ютубе, мне на почту, куда только можно. Поэтому сегодня я решила сделать отдельное видео на эту тему и разложить все по полочкам. Это тема худых ног. Поэтому предлагаю не тянуть время и поскорее начать. Изначально очень важно сказать то, что тело не может худеть по частям. И вы не можете похудеть конкретно в животе, конкретно в ногах или в руках. И как правило, ноги всегда худеют в самую последнюю очередь. Но сегодня я расскажу вам несколько секретов, как поспособствовать и поскорее убрать лишний сантиметр с ног. Любое похудение состоит из двух частей. 70% это питание, 30% тренировки. Очень многие девочки боятся делать силовые тренировки на ноги, потому что думают, что они нарастят себе мышечную массу, станут какими-то бодибилдерами. Но на самом деле, девочки, чтобы набрать мышечную массу или хоть как-то накачать ноги, нужно не то, что провести в зале огромное количество времени, но и питаться на такое количество калорий, которое, я думаю, в вас не особо-то и поместится. Так что не стоит бояться силовых тренировок. Я думаю, вы все знаете, что я преданный фанат кардио. Я обожаю бег, скакалку. Я просто получаю наслаждение, и это тот вид тренировок, который подходит именно мне. Что касается силовых тренировок, я делаю небольшие упражнения на ноги в виде выпадов вперед-назад и приседания. В принципе, этих двух упражнений вполне достаточно, чтобы мои ноги сохраняли форму, которая мне нравится. Также хотела бы посоветовать вам после каждой тренировки делать растяжку, так как именно растяжка формирует красивую форму ног, да и, в принципе, расслабляет мышцы, поэтому на следующий день вы не будете чувствовать абсолютно никакой крепатуры, ни боли в мышцах. Немного отойдя от темы, хотела бы сказать вам важную новость. С недавнего времени у YouTube появились нововведения, и очень многие из вас не видят выхода моих новых видео. Они не высвечиваются у них в ленте и не всегда появляются на канале. Поэтому, чтобы избежать подобного, советую вам нажать на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного нового видео. Лично мне будет очень приятно. Итак, вторая составляющая красивых ног, и самая основная, это наше питание. Абсолютно никакие тренировки не комментируют плохого питания. Поэтому тренировки, питание, они должны существовать вместе, в балансе, и тогда у вас все будет супер. Очень важно знать свой тип фигуры и свои проблемные зоны. Как обычно у девушек все уходит в бедра. Больше всего на нашу фигуру влияет мучное. Булочки, пирожные, тортики. Если вы хотите быть обладательницей красивых ног, об этих продуктах вам нужно забыть. Поверьте мне, это быстрые углеводы, они не нужны организму, они не насыщают организм. Это пустые калории, которые уходят только в ноги, либо же в живот. И как по мне, если вы уже смотрите это видео, то вам намного важнее иметь красивую фигуру, чем получить удовольствие от 5-минутного приема пищи. Поэтому хлеб заменяйте на хлебцы, либо же на цельнозерновой хлеб, и не особо увлекайтесь им. Тортики, пирожные, все остальное желательно заменить сухофруктами. Это будет намного полезнее для вас, для вашей кожи, для вашего здоровья в целом. Дальше секрет, о котором я никогда не рассказывала, но он безумно мне помог во время моего похудения 2 года назад. У меня с детства есть боязнь замканного пространства, ну, либо же клаустрофобия. Из-за этого я очень сильно некомфортно себя чувствую, когда нахожусь одна в лифте. Каждый день после школы я подымалась домой пешком. И где-то за полтора месяца мои ноги безумно изменились, потому что, если вы живете на 10-м, на 11-м этаже и так далее, подняться с первого тоже, да еще и с какой-то тяжелой сумкой, как это было у меня со школы, равносильно силовой тренировке в средней тяжести. Я делаю это на подсознательном уровне, потому что понимала, мне нужно добраться домой. Вот такой вот маленький лайфхак, как я быстро привела свои ноги в порядок. Следующая вещь, это больше ходить пешком. Если у вас стоит выбор проехаться, либо же пройтись пешком, всегда выбирайте пройтись пешком. Это не настолько трудно, как полноценная тренировка, но тем не менее, вы уже будете видеть результат. Ну и последняя вещь, это ускорить свой обмен веществ. Любое похудение связано с ускорением обмена веществ. Если вы хотите видеть видео отдельно про обмен веществ, как его ускорить, как кушать и не толстеть, ставьте палец вверх, чтобы я знала, что вам это интересно. Что ж, это были все мои советы, как стать обладательницей красивых и стройных ног. Пишите в комментариях, есть ли у вас какие-то советы, либо же секреты, которыми вы пользуетесь, а также какой из моих советов был вам самым полезным. Ну а я желаю вам хорошего дня, прекрасного настроения и увидимся совсем-совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok